Да, Apple Watch 4 серии, наверное, самый интересный гаджет, представленный на презентации Apple в сентябре. Потому что есть спрос, и если судить по желанию людей, это действительно так. И самое смешное, то что на новой айфоне цена упала уже на второй день старта продаж в мире. А на часы она до сих пор держится. Причем у нас в России продается только алюминиевая версия. Кто-то хочет сталь. И угадайте, сколько стоят стальные в России? Если с миланской петлей 100-110 тысяч. Без нее просто со спортивным ремешком, как вот эти, 75-80 тысяч. А вы говорите, Apple уже не торт. Еще какой торт? В первую очередь изменились габариты. 38-мм выросли до 40-ка. 42-мм до 44-мм. Какая-то тавтология. Младшая модель стала тяжелее на 3,5 грамма, старшая на 4,5. При этом толщина обеих уменьшилась на 1 мм. А еще есть неплохая новость. Ремешки от прошлых поколений подходят. Первый повод подумать о переходе на новую модель, не расставаясь со своей коллекцией ремешков. Как уже было сказано, корпус доступен в двух версиях. Алюминий и сталь. Последняя должна быть прочнее, но в России их не купить. Их нет официально. Зато они есть в магазине biggeek.ru. Заходите, берите все версии, Hermes и вообще что захотите. Сталь существует только с поддержкой LTE, и там используется виртуальная сим-карта или eSIM. Расшифровывается, кстати, как Embedded. Встроенный, а не электро или еще что похлеще. В общем, у нас этого нет, только люминь с поддержкой GPS, GLONASS, Galileo и QZSS. Это все спутники. Зато с 5 октября в официальном магазине стартовали продажи версии Nike Plus с эксклюзивными циферблатами, спортивным ремешком из ткани с отражающей нитью или силикона и встроенными приложениями Nike Run Club и Nike Training Club. А еще керамического корпуса больше нет. Большая печаль, самые симпатичные часики были, как по мне. Коллекция ремешков Herme пополнилась двумя цветами. Цена 42 тысячи. Не за часы, а за ремешки. Комплект тот же, но изменилась упаковка. Об этом мы уже говорили, все симпатично и классно в стиле Apple. У 40 мм диагональ дисплея составляет 1,57 дюйма при разрешении 394 на 324 точки. У 44 мм экран еще больше 1,78 дюйма с разрешением 448 на 368 пикселей. Матрица OLED как и была, но в этот раз компания применила новую технологию LTPO. Штука интересная, рассказывать долго, не поленитесь, посмотрите в сети. Главная фишка – снижение потребления энергии на 5-15%, поэтому экран увеличили, а автономность осталась на прежнем уровне. Что касается защиты, то здесь используется стекло IONX. Вообще часы внешне такие же, хотя экран сильно увеличили, разрешение тоже увеличили, но вы вряд ли заметите какую-то разницу, потому что интерфейс у них черный, где начинается экран и где заканчивается, непонятно. Это на первый взгляд, но если включить картинку на весь экран, например, желтую или белую, то становится ясно, каким он был крохотным и каким он стал большим сейчас. Стало ли удобно работать на таком экране? Ну я бы не сказал. Вот то, что часы быстрые, особенно в сравнении со старыми поколениями, это заметно. То, что они тоньше, это заметно. Но дисплей нет, просто пришло время сделать его больше, рамки были очень толстые. И еще одна важная вещь, несмотря на то, что часы стоят от 30 до 100 тысяч рублей, здесь стоит не самый лучший OLED-экран, потому что под углами он сильно синит и зеленит, но с другой стороны, благо вы не часто смотрите на этот экран, поэтому ругать здесь, в принципе, Apple не за что. Дальше. Кнопка утоплена в корпус, коронка чуть-чуть изменилась, появилась красная окантовка, но главное изменение – тактильный обратный отклик. При повороте колесика можно услышать и почувствовать легкие щелчки. Очень клевое ощущение, практически не отличить от настоящих механических коронок. При этом щелчки слышны только там, где они нужны. Если вы покручиваете там, где нет никаких действий, то отклика не будет, все продумано. С другой стороны, у нас большой динамик, который обещали сделать громче. Для дома за глаза, но на улице уже не поговоришь. Он довольно тихий и плохо звучит, и в целом, наверное, дешевый. Где мой текст по Apple Watch? Данила делает. Чего? А он что, Данила делает, говорю? Данила делает? А ты что не делаешь? Я работаю. Все, санкции. Все, давай, санкции, все. Пишите в комментариях, стоит ли уволить такого сотрудника. Здорово. Ребяшки, привет. С Apple Watch, Ваня. Нормально. Как меня слышно? Хорошо. Белсим какой-то, да, за три, только вставил я в Apple Watch, короче. А ты что мне звонишь-то, кстати? Ты мне звонишь вообще-то. Все, ладно, давай, мне некогда, мне тут iPhone 10, SPS Max в кармане. Что еще? Часы полностью изменились снизу. Прилегающая к руке поверхность с датчиком стала керамической. Выглядит и ощущается так же прекрасно, как и лицевая сторона. Но ронять не стоит, поверьте. Корпус Apple Watch Series 4 имеет водонепроницаемость до 50 метров по стандарту ISO 228102.2010. Можно и в соленой морской воде плавать, по идее. Но сам Apple не рекомендует. И при этом делают ролики, как там серфингисты гоняют в океане. Дальше. ЭКГ. Скоро функция появится в США с обновлением прошивки. Вы уже много читали про это, слышали, как это работает, что это такое. Вы просто прикладываете палец к цифровой коронке, через тело проходит слабый заряд и перед вами электрокардиограмма. То есть показатели работы вашего сердца. Непонятно, будет ли работать функция в России, если часы куплены в США. Это как раз такие. Даже с LTE и то и другое интересно потестировать. И мы, возможно, даже съездим в какую-нибудь страну и проверим эти ваши модные eSIM. Что еще? Новые гироскопы, акселерометр. Куда точнее, куда новее. И самое главное, что они помогают часам узнать, насколько вы себя хорошо чувствуете. Если вы вдруг упали, то часы дают запрос, и в течение минуты, если вы не отвечаете, они посылают сигнал SOS, контакт, который указан в вашей медицинской книжке. Опять же, актуально для США, но у нас, в принципе, должно работать. Плюс, если вам больше 65 лет, эта функция автоматически включается в настройках. Если меньше, то вы сами ее активируете или деактивируете в тех же настройках. Ну и самое главное, автономность. Но сначала про зарядку. Часы полностью заряжаются за 2 часа, за 1,5 часа до 80%. Используется обычный Cradle, как и в старых поколениях. Ну а что касается времени работы батареи, то Apple заявляет 18 часов в режиме активного использования. То есть уведомления, открытие приложений, постоянное чтение вашего пульса, одна тренировка часовая, музыка с часов, звонки. То есть довольно активно. В моем режиме они вытягивают вообще 3-4 дня. Да, у меня все эти функции отключены, но в целом это очень хороший показатель. Вместе с релизом Series 4 и WatchOS 5 у пользователей Apple Watch появился еще один способ обмениваться друг с другом сообщениями. Делать это можно с помощью голоса, общаясь как будто по рации. Приложение так и называется. Работает это только между часами и требует отдельного запроса к каждому контакту, с которым вы хотели бы поговорить. Но как только разрешение получено, обмениваться сообщениями можно в любой момент. Фича крутая, на самом деле. Кроме того, появилось несколько новых WatchFace, два инфографа, огонь, воды, жидкий металл, дым и другие. Последние снимали вообще на натуре, никакой графики. Выглядит круто, но информативности в таком сетапе маловато. Либо без виджетов, либо с тремя. В том же инфографе можно добавить аж 8 виджетов. Самый информативный, циферблат и самый удобный. Bluetooth 5.0 есть, можно подрубить AirPods или вообще любые другие наушники. И даже музла оффлайн закачать. LTE в России не будет работать. В настройках приложения Apple Watch для LTE-версии можно увидеть сотовые данные и попробовать подключить. Но я уже сказал, что ничего не получится. Apple Pay по двойному нажатию также присутствует. За беспроводное соединение отвечает фирменный чип Apple W3. Соединение Wi-Fi осуществляется только на частоте 2,4 ГГц. Apple Watch Series 4 построены на основе нового двухъядерного 64-битного процессора Apple S4. Оснащаются они 16 ГБ встроенной памяти и работают под управлением операционной системы WatchOS 5. Тут уже спицы посмотрели и новый Apple Watch по мощности примерно как iPhone 6s. Необычно, да? Ну и, конечно, новая платформа и программные доработки позволяют интерфейсу часов работать быстрее. Ощутимая разница с первым и со вторым поколением, но в сравнении с третьим не очень. Зато приложения открываются практически мгновенно. Каков итог? Часы дорогие, новые, мощные, но большой разницы даже с нулевой серией, то есть с первым поколением, я не вижу. Экран стал больше, да, экран стал больше, но что это даёт? Ничего, ЭКГ, когда в России он заработает, чёрт его знает. Во всём остальном, ну, примерно то же самое, только стали дольше держать и быстрее работать. Это заметно, это с одной стороны. С другой стороны, незаменимая вещь для спортсменов, для людей с ограниченными возможностями. Он определяет тренировки, виды, причем ничего нажимать не нужно. И, конечно, в сторону Garmin можно посмотреть, но в целом устройство получилось хорошее. Всё-таки и феноменальная автономность, и симпатично для кого-то выглядит, даже, наверное, имиджево. Хотя лично для меня круглые часы, во-первых, симпатичнее, ну или G-Shock. Но в целом я понимаю, почему такой спрос есть. Да, устройство получилось довольно классное. Что касается меня, то я с часов смотрю только время и изредка отвечаю на звонки, когда лень доставать iPhone из кармана и тратить на это 35, тем более 70 и уж тем более 100 тысяч рублей, такое себе занятие. Для всех остальных, кто любит умные часы, кому нравится Apple Watch, у кого есть нулевая, первая, вторая серия, менять на четвертую стоит однозначно. Они классные. Что касается третьей серии, то здесь я бы не стал менять, потому что это такие же быстрые часы, они также долго держат, и большой экран вам никакой погоды не сделает. А так, всем остальным брать можно, хватит на 3-4 года и этот девайс можно рекомендовать. Алло, здравствуйте. Алло, Кирилл, Home Double Penetration Bank, хотели бы поговорить о вашем долге. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте писать комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok